Всем привет! Вы вновь на просторах портала Let's Geek. С вами по-прежнему я, Холли, и наш новостной дайджест Let's News. В этом выпуске. Devolver Digital вновь на Е3. Кассовые сборы Deadpool 2. Мультиплеер в No Man's Sky и многое другое. Погнали! Победители среди других пресс-конференций прошлой выставки Е3, Devolver Digital, вновь вернутся в этом году в солнечный Лос-Анджелес с новым шоу. Об этом издательство рассказало в своем твиттере. Стоит уточнить, что снов сшибательных анонсов игр на этой пресс-конференции ждать точно не стоит. Пресс-конференция Devolver Digital намечена на 11 июня в 6 утра по московскому времени. На днях компания DICE, ответственная за разработку новой части Battlefield, опубликовали новый тизер, в котором пользователи смогли определить новый сеттинг игры. Им стал период Второй мировой войны. Увидеть первые трейлеры и узнать первые подробности мы сможем уже 23 мая в 23.00 по московскому времени на официальном стриме Electronic Arts. Данную трансляцию вы сможете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Едем дальше. Компания Ubisoft объявила, что до апреля 2019 года компания выпустит сразу три своих проекта. Гоночную аркаду The Crew 2, уже подтвержденную экшен-РПГ в открытом мире Tom Clancy's The Division 2 и еще одну неанонсированную игру. Игровое комьюнити в сети сразу стали гадать, что же это будет. Новая часть похождения Сэма Фишера в Splinter Cell, новая часть Assassin's Creed, а то и вовсе новая и долгожданная часть Принца Персии. Е3 2018 уже не за горами, как и пресс-конференция Ubisoft, которая состоится 11 июня в 23.00 по московскому времени. Раз уж затронули тему The Division 2, то специально для фанатов игры у нас есть отличные новости. Глава компании Ubisoft и в Гильмо и финансовый директор Ален Мартинес поделились новой информацией касательно продолжения. Продолжение игры создается, опираясь на прошлые ошибки и отзывы игроков, помогавшие развитию первой части. По словам Гильма, студии делают все возможное, чтобы к выходу The Division 2 у игроков было достаточно причин оставаться в ней надолго. Редактор издательства Еврогеймер, Оли Уэлш, не очень хорошо отозвался о недавней домоверсии ожидаемого эксклюзива для PlayStation 4, Days Gone, создаваемой из C-Band Studio, назвав ее нелепой и совершенно безжизненной. Из перечни минусов редактор отмечает проблемы с игровым управлением, скучные задания, неинтересные диалоги, а также не совсем изящную боевую систему. Единственное, что понравилось Уэлшу, это езда на мотоциклах. Данную домоверсию создатели игры привезут на E3 в этом году. Очень надеемся, что разработчикам удастся исправить в демке мелкие баги и целиком подготовить ее к выставке. Выход игры запланирован на начало 2019 года. Разработчики из Epic Games поделились подробностями будущих обновлений, которые внесут некоторые нововведения в мобильную версию Fortnite. Список нововведений выглядит следующим образом. Появится голосовой чат в игре. Как отмечают разработчики, разговаривать с друзьями по нему будет возможно независимо от платформы, на которой вы играете, будь это iPhone или же PlayStation 4. Появятся более удобные режимы стрельбы. И также игру лучше оптимизируют под более слабые устройства. Также разработчики объявили, что версия игры для андроида выйдет уже летом этого года. Технический директор студии Hello Games Шон Мюррей в третьем выпуске передачи Inside Xbox объявил, что со следующим обновлением для No Man's Sky игра получит долгожданный многопользовательский режим, которого так не хватало на релизе проекта. В нем пользователи смогут собираться группой, изучать вселенную, обустраивать базу и охотиться на других игроков в игре. Релиз обновления состоится 24 июля на PlayStation 4, Xbox One и PC. И напоследок о кино. По данным кассовых сборов, за первый уикенд Дэдпул 2 заработал в международном прокате 168 миллионов долларов, показав самый лучший результат за всю историю Fox и побив рекорд кассовых сборов среди всех фильмов с рейтингом 18+. А в домашнем прокате дела обстоят не так радужно. Сиквел в США по кассовым сборам не смог обойти и первую часть, которая до сих пор принадлежит рекорд за самый крупный старт среди всех фильмов с рейтингом 18+, в США. И на этом наш новостной выпуск заканчивается. Не забывайте писать комментарии и подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, там все самые свежие новости. С вами была Холли. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok